Отличные друг от друга истории о днях минувших и нынешних. Рассказы о судьбах врачей, священников, художников и детей, которым поставили страшный диагноз – рак. Настолько разные сюжеты, и в то же время их объединяет одна нить – духовно-нравственное содержание. Международный кинофестиваль «Святой Владимир» проводится в Севастополе в четвёртый раз. В составе жюри известные деятели кино и телевидения, сценарист, режиссёр фильмов «Завтра была война», мастера Маргарита Юрий Карра, писатель, сценарист, лауреат премии «Тэфи», «Коренев Альянс» и многие другие. Оценить и выбрать лучшие работы будет непросто. Единственная проблема, что все фильмы практически настолько хороши, что выбрать лучший фильм очень тяжело, потому что ты чувствуешь, что ты кого-то обязательно обидишь, не менее талантливо. Но всё-таки я уже свой выбор сделала, говорить не буду – это тайна. Но это было очень непросто, потому что всё это – настоящий шедевр. Впервые можно по достоинству оценить картины студий из Австралии, Португалии, Швейцарии, Болгарии, Греции, Киргизии и Казахстана. Здесь нет границ, языковых барьеров и недопонимания. Общение идёт через кинокартины, которые показывают зрителям идеалы служения человека, добру и любви. Герой – православный священник русский, русский православный священник, который в данный момент уже проживает в Тасмании, построил там церковь русскую и сделал приход. Собрал людей к нему, небольшой очень приход, и получается это на данный момент сейчас самый южный приход. Во-первых, как человек православный, это всё-таки большая честь, участвовать на фестивале, где православные фильмы, где в основном те фильмы, которые показывают какую-то доброту, веру, любовь. В этом году конкурс проводится в шести номинациях – полнометражное и короткометражное, игровое и документальное кино, анимационный фильм и телевизионный проект. Кроме того, сформированы внеконкурсные программы. Любая картина – пример духовного роста. Есть очень много фильмов, в которых есть душа, смысл, и которые никогда не попадут на большой экран. Так вот, именно благодаря фестивальным показам такие фильмы живут. И мы считаем своей миссией как раз организовать этот мост между зрителями и дворцами кино. Основную программу фестиваля можно увидеть с 21 по 24 октября в Севастопольском кинотеатре «Победа» в ход свободный. Алина Пчелинцева, Анатолий Паньков, Севенформбюро.